Благодаря федеральному проекту «Доступное дополнительное образование для российских детей» в Чувашии появится модельный центр доп. образования. Об этом говорили сегодня на заседании Совета при главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Программа будет реализовываться на территории нашей страны до конца 2025 года. И в прежние времена школьники с удовольствием ходили в различные клубы, секции, кружки, увлекались разным – наукой, танцами, песнями, спортом. Это было хобби, которое порой перерастало в дело всей жизни. В основе нового проекта – качество дополнительного образования. Если сейчас в кружках и секциях в Чувашии занимаются 63% детей, то к 2020 году должно быть уже 75%. Причем основной упор будет сделан на программы технической и естественно-научной направленности. Эти модельные и опорные центры, которые будут создаваться в муниципалитетах, в первую очередь они будут иметь техническую направленность. То есть мы должны к 2020 году составить долю около 46% технического творчества. Если этот проект только начинает работать в Чувашии, то программа «Безопасные и качественные дороги» уже успешно реализуется. В соответствии с ней в этом году должны быть отремонтированы 119 объектов – 94 километра дорог в четырех муниципалитетах – Чебоксарах, Новочебоксарске, Чебоксарском и Маргарске. На данный момент полностью сданы под ключ 36 объектов. На 81 ведутся работы. Единственный проблемный объект на данный момент находится в Маргаушском районе. Это дорога Большой Сундырь, Большое Карачкино и Шмалай протяженностью 7 километров. Есть опасения, что работы не выполнят в срок. Недобросовестные подрядчики не должны получать госзаказы, подчеркнул глава региона. «Надо включить черный список. Когда выигрывают или будут выигрывать, надо отменять. Конечно, надо максимально все сделать, быть со своей стороны, Владимир Александрович, чтобы включить их в список недобросовестных подрядчиков согласно действующего законодательства». Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Иванов отметил, что особое внимание уделяется качеству проводимого ремонта. Каждую дорогу принимают несколько комиссий, включая общественников. Обновленные трассы способствуют снижению ДТП. В следующем году будет дополнительно отремонтировано еще 140 километров дорог.